Это школа среднего, а на самом деле на 34-м, да, там почти 80. Какой класс? Десятый. Немецкий язык. А сколько у нас языковая группа? Языковая группа 6 человек, у него очень благоприятные условия для того, чтобы изучать немецкий. Вообще иностранный язык класс делится на 3 группы. А в классе среднего? В среднем по школе 25 копеечек человек. Но есть классы 30, а есть 20 и даже чуть-чуть поменьше. Мы несколько раз переносили встречу, так получается, что накануне Дня Учителя у нас будет проходить Государственный Совет в пятницу. Я, к сожалению, не смогу бы принять участие в торжественном мероприятии. И, в принципе, я перед этим торжественным мероприятием хотел прийти к вам в школу, в гимназию, да, на нас, правильно, в гимназию. Сейчас называется гимназия, в принципе, сейчас уже не важно, когда вы уже говорите. Ну, почему вы выбрали вашу гимназию? Почему вы выбрали вашу гимназию? Не потому, что она ближе к Дому правительства, а потому, что вы это заслужили. Поэтому, да, я попросил, чтобы мы встретились с коллективами на вашей школе, ну, потому что вы, в том числе, показали короткие результаты и смогли попасть в независимый, насколько можно говорить о рейтинге, что это независимый. Ну, все-таки, независимый рейтинг, и, действительно, это большое достижение. На канале Дня Учителя я хотел, чтобы мы встретились, чтобы вы рассказали, может быть, о тех проблемах, которые есть, скажем, в вашем, в течебно-заводимом. Ну, и в целом, может быть, наверное, посвести. А вы помните, какие ручки? Помню. И какие-то человеки у вас остались. Две с учителями разных спонсов. Нет, а это первый учитель. Какие физки у меня остались? Какие учителя? Нет, я помню, очень хорошо. Почему ко мне приходили дети, выпускники, они второй курс. Они вылетают просто за детями, с пациентами, и учат малышей, как себя вести, как учиться. Приятно очень. А вот вы, как, свои бедные учительные? У меня было две учительницы. Первый, потому что так получилось, что я пошел в одну школу, а потом, это военный городок был, потом у нас построили новую школу, нас разделили, и, соответственно, у второй класса уже была другая учительница. Вот, и, ну, я честно скажу, что вот по начальной школе у меня не, нет какой-то огромной такой любви, уже дальше я в Суворовском училище заканчивал, там, да, у меня совершенно, так сказать, ну, уже другое отношение к учителям. И вот со многими из них я даже до сих пор встречаюсь, ну, в Суворовском училище, когда бывают, те учителя, которые меня учили, несколько человек еще до сих пор работают. Многие переезжают, и у нас вот малокомплектная школа, они для нас становятся достаточно такой серьезной проблемой. А когда вот мы считали, сколько может стоить содержание одного ребенка в военном, скажем так, полувоенном училище, то это, ну, да, это около 200 тысяч рублей. То есть это существенная история, но до тех пор, пока мы не решили проблемы, которые у нас есть в нашей школе, то есть вкладываться, делать одно, какую-то, может быть, ритм, может быть, не совсем социальное, не совсем правильное. У нас, например, нет, у многих школ нет стадиона, да, то есть вот мы на следующий день строим, да, вот мы на следующий, но у вас нет еще и физической возможности, правильно? У нас территория очень маленькая, а у нас менее-менее что-то, да. Да, у нас, соответственно, новые требования по подготовке физкультурной, да, со следующего года. У многих есть территория, но физически нет стадиона, а надо делать нормальные стадионы, чтобы ребята могли тоже заниматься, вот мы программные делали, там, на 91 стадион, но все равно для области на 500 школ 91 стадион это очень мало, очень мало. Поэтому тоже, например, в следующем году, так сказать, и спортивный зал тоже привести в порядок, потом территорию вокруг школы, это возможно все-таки ребят альтернативного везти с улицы, все-таки чем-то заинтересовать. А вы готовы, скажем, идти на укрупнение школы с точки зрения комплекса? Ну, на комплексе, да, то есть без отращения людей, но на укрупнение с точки зрения проведения каких-то совместных программ? Если вы в том варианте, который сразу давайте объединим, это плохо, если продумано, допустим, вот мы очень тесно, мы вплоть до библиотеки занимаемся. То есть у нас зарплаты учителя сколько, 22 тысячи сейчас в среднем? На то ли сколько? По 25-26. По 21-700. 21-700. То в Москве средняя школа зарплаты учителя 60. А вы не можете всех поздравить накануне этого большого праздника. И для меня он всегда был большой праздник, потому что я всегда очень... Ну, во-первых, у меня правильно был замечен у мамы учитель, и я действительно всегда старался хорошо учиться, мне было интересно учиться. И интерес в главном у меня, конечно, зависело от учения. Я хотел пожелать вам всем добра, счастья, конечно, улыбок, и вот блеск в глазах, чтобы вот всегда этот блеск был, потому что когда ученые в глазах перестают блестеть, это так смотришь, что-то не то, что-то... Нам надо отправлять его на перезагрузочку, да? Да, короче. Нам надо... Продолжение следует...